Дорогие братья и сестры, дорогие николаевцы! Сегодня над нашей землей новая весть возвещается небом. Небо возвещает славу во Вишнюю Богу и на земле мир, человеческое благоволение. Это явление Бога по плоти явилось самым главным событием мира, потому что Бог очеловечился, чтобы человек обожился, как говорит Афанасий Великий. Сегодня в Вифлееме и Иудейсе рождается Сын Божий, рождается Тот, Который является Спасителем и Скупителем рода человеческого. Долго-долго человечество ждало того момента, когда явится над Вифлеемским полем пастушков ангел и скажет, «Я возвышаю вам радость великую, которая будет всем людям». И эта радость возвышалась еще пять тысяч лет до этого, с самого первого Центра Дагидом. «Воздашь мне радость спасения, Господи!» Вот эта радость спасения приходит сегодня на нашу землю. Приходит Сын Божий и дает веру, не только тем, которые здесь, в Вифлееме, но и далеким народам, которые, видя звезду, идут с верой поклониться по младенцу Христу. «И пришельшая звезда стала, и деже бе от трача», говорит евангелист. Радуются великие фолфы, перенеся богатые дары. Радуются простые люди, пастушки, которые принесли скромные свои подарки ягненка. Радуются все люди. И не радуются только Ирод, который думает, как бы сохранить царство за собой. Он знал, что приходит Христос. Он знал, но трепетал. И поэтому мы сегодня и празднуем этот праздник. Праздник веры, надежды и любви. Потому что этот праздник проявляет любовь, небо к своему творению, к человеку. Проявляет для того, чтобы спасти род человеческий от греха и его следствий. Я поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с этим мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. И какие бы теперь три волнения не были, мы должны всегда верить, надеяться и любить Бога, спасающего нас от вечной смерти, дающего нам радость спасения. С праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры! Редактор субтитров А.Семкин